Привет, друг! С тобой Иван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер GTA 5. Всё как всегда. И сегодня вместе с тобой поговорим о том, умер ли CCD уже или он пока что умирает. Что же будет дальше с этим сервером? Буду ли я здесь играть? Ну и какой его ждёт в общем будущее? Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Ну а чтобы вам скучно не было смотреть просто на задний фон этого ролика, А мы пойдём как бы сыграемся с вами в казино. После добавления я играл буквально пару раз. Можно сказать ничего здесь не выловил, поэтому давайте купим фишек. Сколько? У меня есть лям 400. У меня есть 110 фишек. Давайте купим 140 фишек. Так лям 400 даже. Это лям 400, да. В итоге у нас есть 255 фишек. Это у нас сколько денег? 2 миллиона 422 тысячи. Короче, сейчас на 2 миллиона пойдём в казино. Выберем какой-то интересный автомат. Давайте ракета, не ракета. Давайте вот этот розовый. Вот очень интересно. Розовый это гламур. Будем верить в то, что нам что-то выпадет. Ставочку. Давайте изменим ставку на 5. Похер. Мы будем по 5 крутить. А, 3 максимум. Бля, это в этом автомате или вообще? Ещё правила есть какие-то? Ну, в принципе, все сидения никак не меняются. Меня просто крашило. Не знаю, может это на удачу. Давай за этим золотым сядем. Золот это деньги, а деньги это хорошо. Так, изменить ставочку. Можно троечку или двоечку? Ой, вернее, пятёрочку. Бля, троечка это максимум. Я понял. Короче, будем крутить по 3. Escape, изменить ставку, пуск. Погнали. А, тут на таб, блядь, можно было максимум поставить. Я тупой. Ладно, крутим. Короче, о чём мы поговорим? О, аж баланс, вы проиграли. Понимаю. О, си, си, ди. Что же произошло? Почему он умирает и что так? Богатство испарилось. Ладно, не буду на это внимание обращать. Надеюсь, мне нормально слышно. Сейчас пойду проверить. Так, слышно вроде нормально. Знаешь что? Чтобы разобраться, почему же всё-таки си, си, ди умирает, нам нужно вернуться как бы к истокам, к самому открытию этого сервера. Значит, первое открытие было ещё в прошлом, если не ошибаюсь, в 2020 году, да? Даже два года уже назад почти прошло. Но оно тогда успехом не задалось, и сервер закрыли. Буквально через пару недель после открытия. Вот. И в 2021 году, а именно 9 августа, был опять заново открыт CCD Planet. Я тогда, как вы помните, снимал ролики. Каждый ролик залетал на тысячу, на две тысячи просмотров. Сейчас ролики по CCD суммарно собрали около 90 тысяч просмотров. Вот. Это было норм. И давайте сразу прикосимся к причине, почему некоторые игроки всё-таки ушли с этого сервера. Первое, это то, что как бы было преимущество на открытии. То есть, игроки, которые играли до, вернее, в прошлую версию, то есть, в 2020 году, когда он только открывался этот сервер. Они там, конечно же, донатили и работали. Вот. И CCD решили, ладно, донат я ещё понимаю. Типа, донат опять закинуть на аккаунт, это норм. Если это, конечно, можно отследить. Я думаю, по логам как-то можно отследить. Хоть это долго и запарно, но можно. CCD решили просто тем, кто играли на предыдущей версии этого сервера, просто закинуть валюты на открытие этого сервера. И это, как бы, сыграло свою роль, потому что те игроки просто зашли, сразу купили бизнес, сразу купили себе кучу крутых номеров и начали, как бы, делать деньги. В то самое время, когда другие игроки начали просто работать с нуля или с донатили. Ну, это уже выбор каждого, за это я не обсуждаю. Вот. Как вы помните, в начале экономика была очень сложная, прям очень. Типа, работы выгодных не было. А слово совсем, их вообще, тогда, можно сказать, вообще работы не было. Было там, что там, эвакуаторщик, таксист, вот этот, поляну, старич, газон. И этот курьер. Вроде больше даже никого не было. Дальнобойщика ещё не добавили в начале. Поэтому заработать было очень сложно, и начальная экономика сказалась того, что ты копил сначала на Сиеру, потом на Вандуру, ездил на всякие поля, собирал картошку, доски, металлом, в зависимости от цены на биржу. Что выгоднее, то и ты собирал. Раньше экономика была такая, что ты за полчаса успевал насобирать всю Вандуру, сливать в Вандуру барыги по хорошей цене и зарабатывать около 300 тысяч, вроде, да, вроде за фу Вандуру, или я уже не помню, или меньше. Я точно помню, что ты заработал где-то 400-500 опыта. То есть полуровня за полчаса. Или за час. Не, наверное, за час, скорее всего, полуровня. Ну, короче, что-то такое. Но раньше было заработать очень сложно, ну, где-то, блядь, ну, сколько? Ну, где-то так. Это была начальная экономика, из-за которой всех бомбило. Потому что, ну, реально, накопить на бизнес, на дом, который резко начали расти в цене, это было сложно. А еще были начальные налоги на ТС, на дом, на бизнес. Слава богу, их отключили и так и не подключили. Это было реально сложно. Большой прилив игроков на сервер. Возле вот этого сдачи всяких ресурсов была огромная очередь. Ты не подъедешь, тебя могут убить, хотя могут стырить ресурс. Это было прям очень плохо, пока они не ввели систему, что ты можешь и пехаться. Просто внутрь издавать себе спокойный ресурс. В итоге, просто половина игроков ушло из-за того, что они не могли просто нормально заработать. И экономика реально на сервере очень сложная была. Половина игроков уже ушло. Ну, не половина, но треть точно. Тальше ССД начали делать обновления раз в месяц, а то раз в полтора. Ну, чаще раз в месяц обновления 100% было. Это было прям лай. Они добавляли что-то новое, не прям такое грандиозное, но что-то добавляли. И дальше ССД столкнулась с очередной проблемой. Это куча читеров. У меня, кстати, остались, наверное, вставочки. Я тоже это видите, да? Плацанта обракается. Ну, ССД, чё? А-а-а. Охуенно. У тебя есть возможность ее забрать совершенно бесплатно. Прикольно за 2 минуты. Что, блядь, нам надо сделать? Ну, вот что ты, например, умеешь. Я визуал студии открылась. И вот такие приколы делаешь. Оа-о-о! Чего, блядь? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ставь читами. Дальше, что меня бесит, что в каждой системе был баг. На лутании был баг, на автомобиле был баг. Также они добавили чипы с багом, можно сказать. Они сначала сделали одну чиповочку, поняли, что, блин, это слишком имба. Они решили урезать эту чиповочку. Чиповки тачки с старыми чипами начали сливать дороже, снова мы дешевле. Начали на этом навариваться. Также был баг с этой тонировкой, что ты ставишь тонировку, тачка едет быстрее. Баг, вернее, не баг, а зависание этого грёбаного интерфейса, что снял деньги только через минуту, он обновится. Но ещё очень куча много багов, если честно, уже не всё вспомню. А, серьёзно, я выбил три от этого. Это, если не ошибаюсь, создатель серии, как его, блин, похуй. Царство разорено, понимаю. Но реально, типа, очень много багов, даже если сейчас мы посмотрим. Это баг с X6, который бронированный, баг с Lexus, который бронированный. То есть, человек, который сидит в этой тачке, он тебя может убить, но ты его убить не можешь. И можно сказать, это типа бронированная тачка. Также баг с H6, который убрали, целых два дня исправляли и потом запустили сервер. Также многое выбесило игроков, когда они добавили ментов, добавили оружие, оружие по конским ценам добавили. И добавили пассивный режим, когда ты не мог выйти просто спауна или из больницы, потому что стояли всякие дауны, которые тебя таранили, убивали. И это было Unreal. Ну реально, просто багов на этом сервере овер до хера. И почему-то их никто не исправляет. И самое главное, мне кажется, из-за чего ушла просто большая половина игроков, прям очень большая, это откат в октябре. Если вы помните, был какой-то баг с, если я не ошибаюсь, ЕКХ, опять же, где игроки лутали себе бабки. И буквально несколько игроков, даже не несколько, там очень много игроков налутали себе около миллиарда на этом сервере просто за короткое время. Покупали себе дорогих номеров, дорогих автомобилей и сиделись. И потом оказалось, что они использовали какой-то баг, и чтобы вот это все убрать, они решили откатить сервер, не помню, на месяц или на две недели. И, конечно же, при откате у половины игроков просралось эмоциство. Кто-то открывал донат кейса, ему там выпало, например, M5F90KS, где он заработал очень много денег. Кому-то выпало что-то нормальное, тоже какие-то там эксклюзивы, об этом мы немножко позже поговорим. И, конечно же, они это все просрали, да, им вернули донат, но донат вернули не весь. Также забрали очень много денег, которые не все вернули деньги игрокам. Так же, в принципе, как и мне, что у меня забрали около двух лямов. Конечно, это немного, да? Некоторые игроки протеряли как бы по 50, по 100 миллионов за то, что они номера продали, а теперь они опять у них или купили выгодно. А, вернули тогда всего лишь 300 доната, и это равно 900 тысячам. Это вообще никак не покрывает этот сервер. И тогда был вроде зафиксирован онлайн 1100 или 900 человек, что-то такое. И больше на этот сервер так много не заходило. И это реально главная причина, почему много не играет на этом сервере. Уже тогда ушла половина и поняли, что CCD это не то, что они хоть и делали этот сервер год, что они его исправляли, продумывали, но это не то. Реально. И получается, тогда еще половина ушла, но половина осталась. После этого добавляли разные обновления. Они в большей степени связаны с онлайном. То есть, CCD шлутаясь. Также добавили на Хэллоуин. Ты лутал те маски, которые собирал, продавал дорого. Потом зимние обновления. Самая главная, мне кажется, ошибка этого сервера, после которого, ну, я могу сказать, что это нуб РП с бонусом. Ну, по факту, не особо, но могу. Потому что раньше, как я говорил, 300-500 тысяч можно было заработать за час. Но сейчас 300 тысяч это ничего. Как вы помните, в начале декабря они добавили зимние обновления, где ввели квесты, ввели фракции. И, мне кажется, это поломало экономику этого сервера напрочь и поломало половину систем. Почему? Потому что они добавили экономику, где ты выполнял три задания изичных. Драг, дрифт, секунды на дрифт и что там еще? А, и работы. Дальнобойщик или курьер. И ты мог себе спокойно, буквально за пару минут, заработать 600 тысяч. Раньше золотые оценивались 200 тысяч. И также были обычные задания, которые ты можешь выполнить и также заработать денег. И в итоге за час игры ты выполняешь все задания и получаешь около 700-800 тысяч. И через три часа эти задания обновляются. Плюс у тебя есть еще опыт, которым ты апаешь уровень и получаешь рулетку, где ты можешь еще выбить деньги. Также при добавлении фракции они добавили барыг, который... Шар, мужик падает нормально здесь? Да не, брат, ничего не падает. И то, что барыг ты мог лутать каждый раз, каждый день, или после каждого рестарта, или после каждого капта. Если у тебя одна территория, ты мог лутать 5 фишек, это плюс-минус 300 тысяч, еще там 15 бонусов. Если ты... Даже не 300, 250, 280, вот. Если у тебя две территории, ты мог лутать где-то 500 тысяч. А если ты еще... Раньше можно было иметь три территории, и все три территории были у бандитов, то ты мог лутать там около 600 тысяч. Но в зимнем обновлении еще были леденцы, которые ты получал в барыге и получал за задания. И ты мог обменять на эксклюзивную одежду, маски и еще что-то. Не помню. И да, вы помните, что ссидишники добавили эти леденцы. Я их копил, накопил 10 тысяч, думал, сниму нормальный ролик. Но ссидишники просто взяли, в один момент их убрали, ничего не сказали. О, 15 выиграли, хотя бы нормально. Ничего не сказали другими игроками, половина игроков просто просрали все свои леденцы, хотя они в конце хотели просто поменять их на одежду. Они просто убрали, не предупредили, не сказали, что вот, ребята, сегодня мы убираем леденцы, можете обменять в последний раз. Они просто убрали, ничего не сказали, и половина игроков похерила свое, как бы, накопленное богатство, если так можно сказать. Кстати, мы нормально так денег подняли, с 162 до 192. В итоге зимой еще добавили Viron, который стоит 170 миллионов, самый дорогой автомобиль именно из автосалона. Также добавили лимитки, то есть эту Ferrari F40, добавили Porsche Carrera GT лимитку, добавили лимитку AMG GTR, вот этот, который Mercedes. Добавили лимитку, ну, KS была лимиткой, еще какая-то лимитка вроде была. Короче, они начали добавлять лимитки, которые можно выбить только из донат-кейсов, и уже сразу понятно было, и в принципе по донату, по соотношению, сколько ты доначишь, сколько ты зарабатываешь, по соотношению количества лимиток по кейсам, что, ну, это, блин, реально больше донатный сервень для игроков. Буквально за полгода не ввели ни одну глобальную систему, они все, что ввели, это задания, которые, да, увеличивают онлайн, что каждые игроки каждый день заходят, но из-за этой системы очень сильно похерилась экономика, у всех игроков появились деньги. Можно добавить и то, что из-за этой системы похерилась система бизнесов, теперь бизнесы нахер никому не нужны, так же, как и дома. И делать здесь нечего просто, после этого они добавили ментов, и в принципе на этом глобальные, можно, если так можно назвать, системы закончить. Ментом никто не работает, потому что они половина игроков ездят на, как бы, на этих бронированных автомобилях. Пушки стоят дорого, патроны тоже, типа смысл. Ну и последнее это обновление было как раз перед войной 22-го, или 23-го, или 21-го февраля. Эти менты добавили, и самое последнее обновление, если это можно назвать обновлением, оно вышло месяц назад, в котором добавили несколько автомобилей японских, там, Supra, Skyline 34, NSX, который, а, опять же, лимитка, которая продается за 100 лямов. И всё. Ни одной системы, ни одного фикса бага, ничего не добавили. Просто ничего. Да и ещё в конце просто взяли, отключили систему номеров. И теперь ты не сможешь перевесить номера на свой автомобиль, и не сможешь, как бы, их купить. Вот насчёт, кстати, донат перевеса за 300 рублей, я не знаю, можете его перевесить или нельзя. Можете написать в комментариях, но, мне кажется, они донатные всё-таки возможности ставили. В итоге, что у нас получается? CCD это сервер, который открылся в 2020 году, собрал огромный хайп возле себя, особенно, собственности игроков МТА, потому что тогда открывалась Смотра и CCD, все думали, что они будут конкурировать, но Смотра открылась более удачно, CCD загнулся через, можно сказать, месяц. После чего он в 2021 году фурорно открылся, с очень многими багами, ничего по факту не изменилось. После чего админы ещё допустили огромную ошибку, после чего они сделали откат, упустили очень много игроков, они резко изменили экономику с этими заданиями. У многих игроков появилось очень много денег, причём усилия особо перекладывать не нужно. Также на этом сервере не выходит обновление по сравнению с другими проектами. Как бы, никак, но это всё конкуренты, вот. И поэтому игроки всё больше и больше уходят с этого сервера, и всего лишь сейчас играет 50, ночью 10, 20. Ну, 50, 120, ну, 120 это прям, когда капты, и когда задания, ну, максимум человек. Ну, ладно, 150, ну, не больше. Да и 150, мне кажется, не будет, 120 где-то максимум. И, по факту, вот эти все, можно сказать, причины, которые я перечислил выше, все ошибки, которые допустили CCD-шники, повлияли на развитие, если так можно сказать, или на дальнейшую судьбу этого сервера. Я не знаю, как они будут возрождать этот сервер, мне кажется, уже это либо невозможно, или это будет очень сложно. Всё, что им нужно, это... С одной стороны, опять менять экономику, это очень бредово, потому что половина игроков уже будут деньги, а вторые не смогут просто так и заработать. Поэтому, мне кажется, нужно менять максимально этот сервер новыми системами, глобальное обновление, вводить кучу новых систем, фиксить обязательно баги, добавлять кучу автомобилей, и, может, это как-никак, может, это спасёт этот сервер. Но, надолго ли? Ну, в принципе, вот такая вот история CCD-плана на GTA V, вот такая вот судьба в этого сервера. Пишите в комментариях, играли ли вы на этом сервере или нет, играете или будете играть. Насчёт себя, я не знаю, ну, реально здесь делать нечего, уже всё, что могли, мы с вами сделали. Ну, покупали и тачек, не тачек. Хайп вокруг этого сервера постепенно угасает. Пиши, что больше всего тебе нравилось, что не нравилось на этом сервере. Что ты думаешь о его будущем. Всё смотрю, всё лайкаю. Ну, а у меня, в принципе, на этом всё. Вот такой вот ролик вышел, я надеюсь, тебе он понравился. Обязательно пиши свой комментарий, нажимай на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай про подписку на канал, ведь наша цель, ну, хотелось бы 4500 до день рождения. Мне было бы очень приятно, 12 июля, вот. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики и всегда смотреть их первыми. Но, в принципе, мы уже 20 минут сидим с вами, говорим, и мне кроме 15 фишек больше ничего не выпало. Хотя чему и удивляюсь. Ну, а с вами был Иван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok